Узбекские журналисты тоже комментировали трагические события. К примеру, в газете антижанских коммунистов была опубликована статья, в которой утверждалось, что эти бедолаги сами избили друг друга. На первый взгляд, все началось с того, что секретарь Ошского аккома партии отдал поле колхоза имени Ленина, состоявшим из дихкан узбеков, горожанам киргизов. На этом спорном поле 4 июня состоялся узбекский митинг. Председатель Совета Министров Джума Гулов и секретарь ЦК Компартии Киргизии Шеремкулов выступили с обещаниями удовлетворить требования узбеков. Тогда почему ОМОН открыл стрельбу по митингующим, в то время как погромщики в красных повязках сидели на другом конце поля. Прямо при официальном открытии появились, вплотную стали приходить, вплотную к митингу очень стали приходить ОМОНовцы. Молодежь там стала возмущаться, на том конце поля митинговали лица киргизской национальности. И вот нам объяснили, что спецназ нужен для того, чтобы две стороны не столкнулись. Но ответ какой был? Как ответили представители властей? Ответили по пунктам, они выполнили требования, которые были предъявлены. Были выполнены все требования. Но, конечно, не конкретно, не четко, ясно, но были данные обещания. Не было указано сроков, но ответы были, можно сказать, удовлетворительные. Но два пункта были оставлены. Это митинг требовал автономию и отставку первого секретаря откома. Представитель городского полкома, он сказал, что этого делать нельзя, потому что нельзя. И митинг стал возмущаться. С той стороны появилась группа людей, говорят, люди киргизской национальности из Баскенского района. Но, очевидно, это была провокация, почему я это говорю. После этого стали стрелять. Кто-то был убит? Человек пятнадцать подсчитал своими глазами, видел, которые вынесли из них. Никаких пожарных, никаких скорой помощи нет. После того, как обстреленная ОМОНом толпа разбежалась, оставляя на земле убитых и раненых, в Ош вошли киргизы в красных повязках. В Махале-Фуркат бандитами было ограблено 60 частных домов и один дом сожжен. Все на улице за три дня лежали в днем и ночью, все постелили и спали. Три дня они здесь находились. Все на улице за три дня. Бензин или не знаю, они наливают, вот фитиль, зажгивают и какой-нибудь дом бросают. И пожалуйста, пожар. Махале-Фуркат бандит в ench Мы с ним не купили. Он был около 50 тысяч. Я сказал, что они были с ними. Они были с ними. Они не было ничего не было. Мы с ними так не купили. Они были с ними, которые я не купил. Они не купили. Что сделали ваши сарты с нашими киргизами? Ничего не сделали. Ничего такого, с чем не справились бы правоохранительные органы, если бы они этого захотели. Что сделали турки с узбеками в Кувасае? Ничего не сделали. Что могло бы послужить поводом для зверств в Сергане. Однако с этой чудовищной лжи год назад, 4 июня 1989 года, началась серганская резня. Ложь о том, что узбеки захватили Ош и учинили зверство над киргизами, и стала главным мотивом коллективного преступления в Ошской области. И турки в Кувасае, и узбеки в Оше чувствовали себя ущемленными. Гласность позволила им заявить о своих правах. И узбеки в Оше, и турки в Кувасае не были профессиональными политиками, и в силу своего разумения боролись против дискриминации. Однако, власть не пожелала пойти на цивилизованный диалог, и решение политической проблемы переложило на толпу убийц и насилия. В XIX веке Город Кузген был столицей династии Караханидов. Сменилось много правителей, и мало что хорошего сохранилось от них. Сегодня здесь живут потомки сартов, земледельцев, плодами трудов которых кормились правители и окружающие кочевые племена. После образования большевистских республик на смену ханам и монапам пришли пролетарии. Новые правители сменили халаты на костюмы и стали зверствовать пуще прежних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова